Здравствуйте! Тема нашего урока – крупные орографические объекты на материках и в океанах. На уроке вы узнаете о крупных орографических объектах на материках и в океанах, научитесь сравнивать сходные орографические единицы, расположенные на разных материках и в океанах. Орография занимается описанием и классификацией форм рельефа по их внешним признакам и взаимному расположению, вне зависимости от происхождения. Структура орографии – местоположение, ориентировка по сторонам горизонта, Размеры – длина, площадь, высота, глубина, густота расчлененности речной сетью, формы поверхностей и склонов с их крутизной. Морфометрия – количественная характеристика форм рельефа. Морфометрические характеристики являются частью орографических описаний. Морфометрия – густота горизонтального расчленения, суммарная длина горизонтали на единицу поверхности. Глубина расчленения – амплитуда высот. Крутизна склонов – это угол наклона, уклон. Морфометрические данные необходимы при проектировании сооружений, дорог, а также при разработке мер борьбы с эрозией. Орографические объекты – это реально существующие формы рельефа, обладающие географическим положением, названием, присущими им индивидуальными характеристиками. На прошлом уроке мы уже с вами познакомились с формами рельефа и их размерами. Самыми крупными из них являются планетарные – туда относятся материки и океанические впадины. Существование материков и океанических впадин напрямую связано со строением земной коры. Северное полушарие – преимущественно материковое, южное полушарие – соответственно океаническое. Материки – это обширные участки континентальной земной коры, окруженные со всех сторон водами и океанов. Самый крупный материк – Евразия. Самый влажный материк – Южная Америка. Самый сухой материк – Австралия. Самый жаркий материк – Африка. И самый холодный материк – Антарктида. Подробнее с материками вы познакомитесь в следующем видео. Начиная с верхнего каменоугольного периода, материковой области сформировали один большой материк Пангея, который принял более компактную форму в Нижнем Пермском периоде. Но уже в Триасовый период Пангея начала еще раз делиться. В начальной стадии Пангея распалась и разделилась на северную часть Лавразия и южную часть Гондвана, которые были разделены океаном Теттис. Расположение материков похоже на ту, которая появилась в Верхнем Меловом периоде. В результате дальнейшего дрейфа континента Северная Америка отделилась от Южной Америки в начале Тритичного периода. И водная территория между Европой и Африкой, которая в значительной степени состояла из современного Средиземного моря, существенно сократилась. Затем Австралия отделилась от Антарктиды, увеличив размеры Индийского океана. Аравийский полуостров переместился ближе к Евразии, и Индийский субконтинент сместился на север. Все материки незначительно сместились на север, до Четвертичного периода, в результате чего появилось современное расположение суши. Аэрографические объекты материков Горы, туда мы можем отнести Эверест, Чогари, Монблан, Равнины, Западно-Сибирская равнина, Восточно-Европейская равнина, Вулканы, вулкан Килиманджаро или Ключевская сопка. Океаны, обширные участки Единого мирового океана, различающиеся рельефом дна, особенностями движения и свойствами растительным и животным миром. Площадь океанов. Самый крупный океан, Тихий океан, 178,68 км в квадрате. Атлантический океан, 91,66 км в квадрате. Индийский океан, 76,17 км в квадрате. Северный Ледовитый океан, 14,75 км в квадрате. Дно мирового океана имеет такой же сложный рельеф, как и на суше. Здесь также есть высокие горные системы, равнины, подводные хребты. Давайте рассмотрим примеры. Вулканические острова Гавайи. Эти острова произошли в результате вулканической деятельности. Марианская впадина является самым глубоким местом на Земле. Ее глубина составляет более 11 тысяч метров. Средины атлантических хребет расположены на дне Атлантического океана. Он разделяет североамериканскую и евразийские плиты в Северной Атлантике и африканскую плиту от Южноамериканской в Южной Атлантике. О существовании хребта под Атлантическим океаном впервые предположил Мэтью Фонтейн Мори в 1850 году. Хребет образовался в результате распада Пангеи около 200 миллионов лет назад. Общая протяженность хребта составляет более 18 тысяч километров. Одним из методов географических исследований является метод сравнения. Сравнение – это процесс количественного или качественного сопоставления разных свойств двух и более объектов. Оно состоит из определения сходств и различий. Необходимо сравнивать объекты, которые имеют общие признаки. Сравнение проводится по значительным особенностям объектов. Сначала сравниваются качественные, затем количественные особенности. Уже после этого можно сравнивать второстепенные признаки. Познакомимся с планом характеристики орографической единицы. Первое – географическое положение орографической единицы. Второе – на какой тектонической структуре расположена форма рельефа. Какие высоты преобладают? Минимальные, средние, максимальные. Характер рельефа – плоский, холмистый, горный. Как образовался рельеф, разрушение гор, накопление морских отложений. Какие неблагоприятные для человека явления связаны с рельефом данной территории. Как рельеф территории влияет на жизнь и на деятельность человека. Рассмотрим сравнение двух орографических единиц, в нашем случае гор, по предложенному плану. Гималайя и Анды. Географическое положение – Гималайя – Евразия, Анды – Южная Америка. Направление горных хребтов – запада на восток, севера на юг. Преобладающая высота – 5000-6000 метров, Анды – 3000-4000 метров, наибольшая высота – 8848 метров, гора Джамалумба. Анды – 6960 метров, гора Акон-Кагуа. Происхождение. Две тектонические плиты – это индоевропейская и индийская. Тут также две тектонические плиты – Тихоокеанская и Южноамериканская. Перейдем к закреплению изученного материала. Задание номер один. Определите понятие. Описание форм рельефа по внешним признакам и взаимному расположению – это. И второе. Количественная характеристика форм рельефа – это. Внимание, ответы. Описание форм рельефа по внешним признакам и взаимному расположению – это орография. Количественная характеристика форм рельефа – это морфометрия. Задание номер два. Какой материк самый-самый? Самый крупный материк, самый жаркий материк, самый сухой материк, самый влажный и самый холодный материк. А теперь правильные ответы. Самый крупный материк – это Евразия. Самый жаркий материк – Африка. Самый сухой материк – Австралия. Самый влажный материк – Южная Америка. Самый холодный материк – это Антарктида. Задание номер три. Отметьте верные утверждения. Первое. Сравнивают те объекты, которые обладают общими признаками. Второе. Сравнение проводится по наиболее значительным особенностям объекта. Третье. После сравнения второстепенных признаков сравниваются наиболее значительные особенности. Четвертое. Сначала сравниваются качественные, а затем количественные особенности. И пятое. Сначала сравниваются количественные, а затем качественные особенности. Внимание, правильные ответы. Сравнивают те объекты, которые обладают общими признаками. Сравнение проводится по наиболее значительным особенностям объектов. Сначала сравниваются качественные, а затем количественные особенности. Подводя итоги урока, можно сделать вывод, что поверхность нашей планеты неровная. Эти неровности различаются по форме, высоте, размерам, возрасту и происхождению. Крупными формами рельефа нашей планеты являются равнины и горы. Они распространены как на материках, так и на дне мирового океана. На этом урок окончен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова